МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Изменчивая, непостоянная, яркая и шокирующая, соблазнительная и сводящая с ума. Ее величество – мода. Выглядеть роскошно и эффектно мечтает каждый, и это вполне реально. В нашей программе про моду вы узнаете о простых секретах, стильного гардероба на все случаи жизни. Уже почти два века этот воздушный материал кружит голову нам, женщинам. Да когда и откуда мир узнал о Фатине, и главное, благодаря кому мы навсегда влюбились в него. Изначально жесткая юбка считалась предметом одежды исключительно сценического мира. Необычайно легкое, прозрачное, не сковывающее движение балерин-пачка предельно обнажала ноги, подчеркивала их красоту и грациозность. Первая такая юбка была сделана в 1832 году для итальянской балерины Марии Тальони. Она сразу произвела фурор, однако в нашей стране французская новинка прижилась не сразу, так как нравы отличались большой строгостью. Ее приняли лишь через 50 лет. Интерес к этому наряду в массовой моде появился в конце 1940-го, когда на обложках журнала появилась фотография Мерлин Монро в юбке-пачке американского дизайнера. На киноэкранах то и дело стали появляться звезды, одетые в воздушные тюлевые платья. В 90-е на эти кукольные юбки пришелся настоящий бум. К ним обращались многие известные дизайнеры. Они дефилировали на мировых подиумах, а заставка к любимому дамскому сериалу вывела фатиновые юбки на улицы большого города. И весь секрет успеха вовсе не в изысканном крое, а в волшебстве самой ткани. Фатин сам по себе создает сказочный образ. Нет лучшего платья для невесты, чем из фатина. В то же время одежда из него отлично вписалась в современную жизнь. Итак, фатиновые юбки могут быть коктейльными и вечерними, традиционными и авангардными, сочетаться с изящными украшениями и грубыми ботинками с косухой. Важно соблюдать несколько простых правил. Для дам с типом фигуры груша следует использовать тонкий фатин. Он не увеличит объем и придаст стройность. А вот для типа перевернутый треугольник чем пышнее, тем лучше. Это придаст равновесие и увеличит бедра. Для обладательниц фигур яблока линию талии лучше подчеркнуть поясом и слегка завысить. При этом важно, чтобы юбка была длиннее, чем верхняя часть снаряда. Это не будет визуально разделять тело на две равные части. Короткая юбка-пачка подойдет совсем юным девушкам. При этом их рекомендуется носить с обувью на плоской подошве. Для более повседневного лука юбки средней длины. Дополните ее тельняшкой или яркими аксессуарами и получится наряд в стиле Кэрри Брэдшоу. Если вас вдохновляет театр, с пачкой можно сочетать черный боди. Образ завершат нюдовые классические лодочки и нитка жемчуга на шее. Любительницам спортивного стиля понравится идея носить пачку с кроссовками. В наряд хорошо впишется простая базовая футболка, свитшот, майка и даже худи. Все еще в моде сочетание юбки из фатина и косухи. Носите любимую комбинацию в компании гранжевых ботинок и белой футболки, чтобы выглядеть ультрамодно. С цветами фатиновых юбок можно экспериментировать бесконечно. Стоит выделить черные и бежевые. Черные придают готический стиль. Они гармонично смотрятся с корсетами, кожаными аксессуарами, рубашками в стиле кэжел. А бежевые создают невероятно женственный образ. С ними гармонично смотрятся как майки, так и строгие пиджаки. В сочетании с тонкой блузой и шпильками ее можно смело надевать для выхода в свет. В этом году модно быть похожей на невесту, а потому смело покупайте белую пачку любой длины. Белая футболка, босоножки или кеды в тон для полного образа. Из новинок этого сезона длинные прозрачные пачки. Носят их с джинсовыми шортами, боди, велосипедками и даже с джинсами. Но с длинной фатиновой юбкой следует быть аккуратной. Для дам 40+, лучше носить миди или макси. Самая оптимальная длина для всех чуть ниже колена. Так как юбка из фатина сама по себе является ярким элементом, лучше не утяжелять. Подолазки, майки, свитера и блузки, корсеты должны быть максимально простыми. Если вы женственная и романтичная, вам просто необходим наряд из фатина. Если вы смелая и креативная, выбирайте юбку из фатина. Если вы любите эксперименты, фатин – то, что вам надо. Экспериментируйте и не забывайте, быть модным не значит слепо подражать. Совместив особенности своей внешности, фигуры, а главное – характера, с актуальными направлениями и тенденциями, можно создать свой собственный неповторимый стиль, который сделает вас индивидуальным.